Всем привет! Я вот-вот узнал, что компания Cubot выпускает на рынок интересный игровой смартфон. Это Cubot Max 5. Это недорогой 5G смартфон предназначен для геймеров. Имеет не только мощный процессор Mediatek 8200, но и большой экран с высокой частотой обновления, а также другие интересные фишки. Смартфон призван составить конкуренцию популярным моделям на рынке благодаря безрамочному дизайну, тройной камере с высоким разрешением и широким игровым возможностям. Смартфон получил 695-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2460 на 1080 пикселей и частотой обновления в 144 Гц, благодаря чему гарантируется плавное течение игр и воспроизведение потокового видео. Устройство обеспечивает на аппаратном уровне пониженное излучение синего цвета, что позволяет снизить утопление глаз при длительном использовании. Также в Cubot Max 5 есть спекулятивная проекция экрана, то есть вы с легкостью сможете подключить смартфон к экрану через Type-C HDMI 1 и смотреть происходящее не на телефоне, а на экране, на вашей плазме, например. Также в Cubot Max 5 установлен Wi-Fi 6-го поколения, в котором скорость передачи и получения файлов выше, чем у Wi-Fi 5. Смартфон Cubot Max 5 базируется на 4-нанометровом восьмиядерном чипе Mediatek Dimensity 8200 с частотой до 3,1 ГГц, оснащенным процессором обработки изображения iMagic 785 и графическим процессором Armali G610, а также движком Hyper Engine 6.0, обеспечивающим в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти с возможностью виртуального расширения до 24 ГБ, плавный игровой процесс и запуск ресурса емких приложений, а также стабильную работу в режиме многозадачности. Емкость флеш-накопителя составляет 256 ГБ и уверен, что ее можно расширить, если вам будет мало. Также в смарте есть интересные фишки. Это жидкостное охлаждение, так как это игровой смартфон. Благодаря этой фишке телефон будет меньше нагреваться и, соответственно, процессор будет меньше троттлить и тянуть производительные игры, а также FPS в играх не будет проседать. Насчет камер, вот что мы имеем. Cubot Max 5 оснащен основной 100-мегапиксельной камерой. Дополнительно есть 5-мегапиксельный сенсор для макросъемки с поддержкой ночного режима, обеспечивающий четкие яркие снимки даже в условиях слабой освещенности. Для любителей селфи имеется фронтальная камера с разрешением в 32 Мп с функцией автоматической фокусировки на объекте съемки. За автономность Cubot Max 5 отвечает аккумулятор емкостью в 5100 мАч с поддержкой 33-х ваттной быстрой зарядки. В качестве операционной системы установлено Android 14. Стоит упомянуть наличие светодиодного фонарика, поддержку сети 5G и Wi-Fi 6. И есть в нем встроенный NPU 580 для выполнения задач искусственного интеллекта. Также у Max 5 есть вот такие интересные фишки. Пробуждение с использованием искусственного интеллекта. Эта передовая технология позволяет телефону эффективно управлять задачами и быстро выходить из спящего режима с помощью искусственного интеллекта, обеспечивая более высокую производительность и энергоэффективность. Есть голосовое пробуждение. Эта функция позволяет пользователю пробуждать телефон с помощью голосовых команд. Просто произнеся определенную команду, телефон можно активировать, не прикасаясь к нему. И также есть защита глаз Bluetooth. Эта функция позволяет использовать технологию Bluetooth для поддержки функции защиты глаз. Сейчас объясню. Это могут быть, например, умные очки или другие аксессуары, которые подключаются через Bluetooth, чтобы снизить нагрузку на глаза за счет настройки параметров дисплея или фильтрации синего света. Эти функции способствуют улучшению пользовательского опыта за счет использования передовых технологий для удобства и пользы для здоровья. Как по мне, смартфон действительно интересный в нынешних реалиях. Кому интересно, все ссылки есть в описании. Анонс будет 22 июля. В этот день сада будет самая низкая. А также можно поучаствовать в розыгрыше этого интересного смартфона. Все ссылки вы найдете в описании. Желаю вам прохлады в ваш дом, а то жара просто нереальная. И всем пока, скоро увидимся.